Здарова дружище! Сегодня я не поехал на рыбалку, погода что-то какая-то нелетная и решил снять для тебя небольшой ролик, обучающий. Возможно, кому-то из подписчиков и других зрителей будет интересно. Очень давно на одной из нахлыстовых своих рыбалок я обещал показать, как плетется подлесок из обычной монолески. В интернете очень много разных всяких технологий, как изготовить подлесок. Я думаю, вот эта технология наиболее доступна и проста всем вообще людям. Хочу сказать, что эту технологию изобрел я не сам, мне подсказали, как это все делать на одном нахлыстовом форуме. Форум называется OnHook на крючке. Все о ловле нахлыстом. В общем, спасибо ребятам. Пользуюсь до сих пор вот этой технологией, плету подлески. В принципе, не то, чтобы они там сильно расходуются, но бывает периодически нужно переделывать. Так что давай поближе, присаживайся. Сейчас я тебе покажу, как все это делается. Ну что, в общем, покажу сейчас подлески, какие у меня есть. У меня, вот мне на эту катушку нужно сделать на весну подлесок. Вот, поэтому сейчас я себе и заодно и покажу, как это делается, и заодно себе сделаю подлесочек. Вот, будем его плести из обычной монолески. Можно использовать монолеску разной, в общем-то, толщины, но я так думаю, что, в принципе, это все должно быть в промежутке от 0,22 до 0,3. Вот, 0,3 это уже такая, получается, толстенькая. В общем, смысл какой у подлеска? Он идет, сделан из монолески, плетеной. Вот, идет у меня на нахлысте шнур, грубо говоря. Потом идет, сам начинается подлесок. Здесь он сделан из более тонкой монолески. Это 0,16 и 0,18. Поэтому я сделал 8-прядевый подлесок. Сначала идет слой, так сказать. Потом 4-прядевый, грубо говоря, в два раза тоньше он становится. Дальше 2-прядевый и дальше 1-1-1 прядь. На конце маленькая бусинка, как она, не бусинка, а колечко специальное, которое крепится в конце подлеска и за который привязывается уже тоненький поводок. Вот, смысл подлеска заключается в чем? Это плавный переход от толстого шнура нахлыстого к тонкому поводку. Что нам это дает? Я так толком не особо разбираюсь, не особо знаю, и мне оно сильно-то и не нужно, в общем-то, в теорию вникать. Но я так понимаю, что там плавная подача мушки, презентация и так далее. Поэтому нужно какую-то длину определенную. А длинный тонкий поводок это, ну, как бы неудобно, в общем-то. Он имеет какую-то эластичность, он, в принципе, мягкий, мягче, чем покупные конусные поводки, но при этом он, ну, достаточно жесткий, чтобы не путаться. Вот. Вот так он выглядит, этот плетеный подлесок. Здесь, на этой катушке, я на этот год менять не буду подлесок, потому что... Потому что я, ну, редко пользуюсь этой катушкой. Вот. Я в основном все-таки использую вот эту катушечку, на которую я брал с собой слоить форель на Кавказ. В общем, я... Это основная моя катушка. Тут основной мой шнур стоит, а эта запасная. Ну, и плюс в некоторых случаях я предпочитаю все-таки вот эту катушечку использовать. Так, это мы откладываем. Что здесь у меня на этой катушке? Здесь у меня ситуация следующая. Вы видели, как все коротко? Здесь из более тонкой, из 0,2, из 0,22 монолески сделан подлесок. Он уже весь узлами порос, и он короткий. Вот вся его длина, потому что он у меня порвался. Получается, у него идет 4 пряди, из-за того, что леска более толстая. Дальше 2 пряди, и все, дальше ничего нет. Дальше на узел просто привязан поводок толстый, из той монки, с которой я хочу сегодня сплести. Она более темного цвета, более толстая, грубая. Ну, в общем, хочу попробовать из нее сделать подлесок. Максимально 4 пряди, чтобы у него было. Больно гемором много 8 прядей делать. Тем более, вот тут он у меня есть. Также по этой технологии я делал 4-х пряди, прядевые, 4-х прядевые поводки для щуки на жерлице зимней. Если интересно, можешь там найти видео. Итак, давайте приступим. Вот наша монолеска. Какие наши задачи сейчас стоят? Нужно сейчас отмотать какую-то определенную длину будущего нашего подлеска, с учетом того, что он будет у нас 4 слоя, 2 слоя и 1 слой общей длиной метр полтора где-то. И, ну, грубо говоря, каждый новый слой будет сантиметров 40. Соответственно, исходя из этого, нам нужно длину лески посчитать. Грубо говоря, 40 на 4 это метр шестьдесят. Метр шестьдесят. Сорок на два восемьдесят. Это уже получается два двадцать и еще сорок. Два шестьдесят. Грубо говоря, нам надо три метра взять, чтобы сделать такой подлесок. Можно взять метра три с половиной, чтобы это все, типа, якобы с запасом было, потому что промахнуться не хотелось бы. Взяли, взяли, взяли. Теперь нужно найти середину этого вот, в общем-то, нашего куска. Каким образом это делается? Нужно два конца, так сказать, сложить. Как бы нам и не хотелось, два конца нужно сложить вместе. Сложили. Соответственно, другой стороне у нас будет середина всей этой вот нашей монолески. Сразу ее можно вот так вот вместе сложить. Технология очень проста для понимания, ничего там чудесного нету, никаких не надо изобретений, там, приспособлений для этого. Вот у нас, получается, середина монолески. И вот наши две руки, в общем-то. У кого их две, в общем, у всех получится сделать такой вот подлесок. Что нужно делать? Мы берем два конца нашей монолески и начинаем их вращательными движениями вращать. Главное, чтобы пальцы были сухие, потому что, чтобы не скользили. Крутить, скручивать. Самое главное, что для этого необходимо, нам нужно их крутить в одну и ту же сторону. И этот конец крутить, вот, допустим, я кручу по часовой. И этот конец тоже кручу по часовой. Получается, слева направо. Периодически можно все это дело вот так подтягивать, чтобы плетение было более плотным. Вот. Ничего оно не расплетается само по себе, можно вот так оставлять. Оно пока, ну, держится за счет чего-то, какой-то там неведомой чудесной силы. Просто вот так скручиваем в одну и ту же сторону. Концы. Периодически подтягивая плетеночку нашу, будущую. Крутим, крутим. В общем, это недолго прокрутить. Так что прокручиваем. Ну вот, смотри, приблизилась. Здесь, в общем-то, мое плетение к концу. Сейчас я вот финальные подкруточки сделаю. И на конце вот этой вот плетеной истории сделаю узел. Чтобы оно не расплеталось. Ну и, в общем-то, зафиксировать, чтобы. Он вот сам уже стремится сплестись. Потому что уже я ему дал натугу, напругу. Все, вот делаем финальный узел. Он чисто будет фиксировать. Он нам, ну, как бы мы его потом отрежем, он нам не нужен. Нам нужно найти середину вот этого плетеного подлеска. И крутить уже четырехслойный подлеск. Вот мы два конца, в общем-то, нашли. А на одном петля, а на другом, в общем-то, узел, который мы сделали. И теперь находим середку. Так, подождите, что-то не то. Нам надо не середку найти. Нам надо найти одну треть. Возьмем примерно вот такой кусок. Так же складываем пополам. Вот у нас, получается, уже тут четыре пряди идут. Дальше идет двойная прядь. И дальше, сколько нам понадобится, мы оставим одинарную. И таким же образом, уже в каждую руку, взяв двойную монолеску, мы начинаем ее скручивать с собой. Так же, как и в предыдущем моменте. И самое главное, чтобы руки были сухие. Леска, чтобы не скользила по пальцам, тогда она нормально крутится. Если у тебя влажные ладоши, тогда тебе поможет тальк. Или, не знаю, мука сработает в этом плане, в этом моменте. Двойную крутить сложнее, но ничего страшного. Просто ее нужно крутить и подтягивать. Вот мы скручиваем. Таким же точно образом. Кручу-верчу. Подлесок хочу. И подтягиваем. Что нам нужно? Нам нужно сформировать маленькую петельку в конце. Вот такую. Оп. Дальше она у нас от напружинивания уже сама скручивается. Скручиваем, вкручиваем. Уже такой, да? Видно, толстенький получается. Хороший. Мне нравится. Хороший. Хороший. Подлесочий будет. Ну вот, грубо говоря, мы закончили плетение четырех прядевого подлеска. На конце у нас маленькая аккуратная петля получилась. Вот он и ждет. Ну, мы его растянем, он выпрямится, естественно. Это просто монка. То, что на катушке коксовалось, она так и осталась. Здесь на конце делаем сразу узел. Конечно, из-за того, что монка толстая, узел такой получается серьезный. Большой. И она еще очень упругая, поэтому тяжело его прям затянуть так сильно. Но у меня будет он все равно обмотан монтажной нитью тонкой. Я просто компенсирую вот эту ступень с двух сторон от узла. Ну что, мы, считай, имеем уже готовый подлесок. У нас получается петелька, которая будет уже фиксироваться к шнуру на хрустовому. Дальше идет четырехпрядевый подлесок. Дальше узелок. Если мы хотим им уже пользоваться, можно вот эту вот часть лишнюю, ее обрезать под корень. Но я так как буду это все обматывать, я пока оставлю вот так кусочек. Дальше идет двухпрядевый кусочек. Опять узелок. И опять у нас кончик монолески одинарный. Можно обрезать. И дальше появится монолеска, к концу которой я в итоге привяжу маленькое колечко. Специальное колечко переходное от подлеска к поводку. Вот и, в общем-то, вся история. Далее, я буду это сейчас оплетать. Для этого мне понадобится... Ну, это вообще, короче, можно сделать, намотав на две палки этот подлесок и между ними растянув и обматывать. У меня есть тисочки нахвостовые. И я буду с помощью их все это дело делать. Сейчас я, в общем-то, начну показывать, как я буду это делать. Так, натянул я вот лесочку между двумя любыми штуками, короче. Вот у меня так натянуто. Вот наш узелок, который, как я уже говорил, это ступенька между слоями в четыре слоя монки на два слоя монки. И это нужно делать, желательно, конечно, с суперклеем. Он как-то крепче в этом плане. Но у меня, блин, что-то не нашлось суперклея. Поэтому сейчас предварительно я чуть-чуть смазываю лачком нахвостовым. Вот наш весь этот узел. И вокруг него. И делаю несколько витков монтажки. Это не очень удобно, но и, в принципе, не очень необходимо. Но, как бы, в погоне за эстетикой, за эстетикой, мы делаем невероятные вещи. Ну вот, примерно то, что мы хотели бы с вами получить. Это примерно. Сейчас нужно что сделать? Вот этот вот все-таки конец, который остался, под корень нашей намотки я его обрежу. И поверх сделаю еще некоторое количество витков финишных монтажной нитью, чтобы все окончательно уже закрепить. Это вот конец уже нам как бы не понадобится. Все, я думаю, достаточно. Сейчас еще раз добавим чуть-чуть лачка. И делаем финишные узлы. Вот, в общем-то, наш первый узелок получился. Что дальше? Дальше переключаемся на второй узелок, переход. И его таким же образом заматываем. Ну вот, на мой взгляд, достаточно. Поэтому сейчас, опять-таки, добавляем лачку, чтобы пропитать все. Лачка много не бывает. В общем-то, все. На 99% наш подлесок готов. Что нам осталось делать? Сейчас я возьму вот такие вот колечки. Специальные продаются колечки для лидеров. Полтора миллиметра в диаметре наружнее. В общем, диаметр кольца. Они очень малюсенькие. И не создают никаких проблем. Вот это колечко в сравнении с пальцами человеческими. Оно прям, ну вот вообще тонюсенькое, малюсенькое. И, как бы, лучше ничего не придумаешь для фиксации поводка к подлеску. Сейчас будем его монтировать. Ну, в общем-то, и все. Я привязал на конец нашего подлеска вот это самое колечко малюсенькое. Оно вообще почти незримое, настолько маленькое. И поэтому оно не будет нам препятствовать при забросе, зацепляться за что-то. Это не будет какой-то узел там крупный, большой, который будет нитчатку собирать вот эти водоросли и так далее. Получился отличный такой жесткий подлесок. Ну, относительно жесткий, потому что сильно жесткий тоже ничего хорошего нет. Плетеный. И имеет он конусность. Получается, от шнура, потом четырехслойная монка, потом двухслойная монка и однослойная, в общем-то, монолеска, которая переходит плавно в поводок. На этом, наверное, все. Все, что хотел тебе сегодня показать. Получается, я готов покорять весеннюю красноперку. В общем, подписывайся на канал, ставь лайк, если тебе понравилось, если вдруг тебе это было полезным. И в следующий раз постараюсь тебе еще что-нибудь интересное показать по оснастке нахлоста. Может быть, покажу, как аккуратно сделать петельку на конце шнура. Сплавить ее, и будет прям цинус. Спасибо за просмотр. Давай, до свидания. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, увидимся в следующем видео на воде. Пока-пока.